Каля культуя Расулаф, айюс саляти авдоль, я спросил у посланника Аллаха, а какая из молитвы является самой лучшей, каля, туль кунут, или какая молитва является самой лучшей, говорят, туль кунут, то есть имеется в виду длинная, а словом кунут, то это называется что? Длинная молитва. Однако ученые Баракалуфикум говорят, что если посмотреть на Сунну в совокупности, на все доводы, то Баракалуфикум говорят, что туль кунут, то что сказал Проксусом, длина молитвы, это касается, Баракалуфикум, чего именно ночных молитв, а большое количество земных поклонов желательно в течение дня. То есть днем лучше побольше делать суджуд, а ночью лучше побольше стоять где? В каяме. То есть в совокупности, если все доводы собрать, Баракалуфикум ученые пришли к такому выводу. Понятно, да? То есть ночью, поэтому Проксусом Айшарады Аллаху Анха говорит, что Проксусом больше 11 ракатов, допустим, Таравих не читал. Но эти 11 ракатов были что? Длинные Баракалуфикум. А днем же наоборот. Днем ты читаешь, допустим, у тебя что? Раватиб, Суннан. Правильно же? Раватиб это Сунна перед намазом, перед Фаджером 2 ракаата, 4 перед Зухром, 2 после Зухра или же 4 после Зухра. У тебя Баракалуфикум после Магриба 2 ракаата, после Ища. Помимо этого есть у тебя еще что? Молитва Духа. Или Фаджр ты прочитал, сидишь в мечети, пока не выйдет солнце 2 ракаата. Потом у тебя Баракалуфикум после Зухра иногда 4 ракаата. Также Проксусом сказал, что Аллах смеется над тем человеком, который совершал 4 ракаата перед Асром. Проксусом 2 ракаата после Асра не оставлял. Проксусом говорил между Азаном и Камой 2 ракаата и так далее и тому подобное. То есть посмотреть. Потом Проксусом сказал, что причина вхождения его в рай это то, что он после каждого умовения совершал 2 ракаата и так далее и тому подобное. Баракалуфикум приветствуем мечети. Поэтому в течение дня побольше делай что? Суджудов. То есть не затягивай молитву, делай ее короткой, но побольше, чтобы у тебя Суджуда была. Ночью, чтобы у тебя побольше было хия.